Вот это вот я вам сейчас покажу одно из направлений, которое наука не приветствует, мягко говоря. Помните обращение к этому, к директору, к ученому, в Иркутске, при всем числом народе сказал, научное сообщество, вегетативную гибелизацию железу не поддерживают. Вот и все. А я вам порешу пример, потому что я назвал волшебника Алексея, Алексея Ивановича. Вот видите, одного из волшебствов моих. Вы это прекрасно знаете, сувенир Востока. Вот он. Вот суперсорт, я называю, королева сада. Можно назвать королем сада. Вот, да. Смотрите, я его привел на апрекос. Вы ничего не видите? Когда ко мне редко-редко появлялись ученые, то Скобила привозил молодежь. Он все пытался. Учитесь в железу. Ну, пожалуйста, я вот привез. Подружите с железом. Делайте. А он уже был на печье. Ваше направление. Делайте. Ну, в второй раз уже никто ни разу не приехал. Они смотрели пустыми глазами. А вы даже видели о фильмах. Я им показываю. Они молчат, и ни одного вопроса. Знаете как? Проходит час, фильм снят. Пожалуй, руки уехали. Ни одного вопроса. Вот интересно. А я задал вопрос. Я всем задал вопрос вот этот. Ну, скажите, это слив или абрикос? Знаете, как это все? Они видят, что цвет там абрикоса. Ну, наверное, абрикос. А это получился витативный гибрид. Получилось вместо вот этого. Сейчас поймете, к чему я намекаю. Вместо вот этого. Получилось вот это. Абсолютный вкус. Никогда таких сливокусных не ел. Вот. Так? Вот. Потом второй прикол. Это уже, смотрите, слива на абрикосе и абрикос. Ну-ка. Ну-ка, где слива, где абрикос? Нет, не так. Где слива на сливе, а где слива на абрикосе? Ну-ка. Вы понимаете, что такое ликвидитивная гибридизация? Смотрим дальше. Дело в общем, ребят. Почему? Я сейчас как бы нащупываю новые пути. Я их давно нащупал. Вот это химера, 100%. Когда я привил. А привычка для меня – это две почки. Так? И вместо двух почек вывезли за сколько? Штук 10. Откуда они взялись-то? Правильно. Они взялись из клеток и прямо из пограничной почки. Клетки. Прямо где подводится, сливается с клеткой. Заметьте, я специально применил слово «сливается с клеткой». Сливается. Вот. Вот это по морде я получил. Это после себя ряльники. Они взяли вот так вот. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот так вот. Взяли и вот это и преподнесли. Вот. Вот отсюда. И сказали, что, ну типа того, что мы генетики – это кто? Поняли, да? То есть за время, это получается, 70-90 лет прошло, ничего не изменилось. А я вам-то, даже не зря показываю, я предлагаю новое направление. И вот тут случилось следующее. Оказывается, зная, что все-таки рерка минуты развести, а она, зараза-то, все-таки существует? Уже не скажешь, что это нам померечилось, что вот это вот, вот это вот. Это же не померечилось, куда я попал. Случайно нажал не туда. Ага, вот тут мы были. Вот. Это же не меречится. Тогда остается так. А-а-а! Это химера! Ах, это химера! Вот она! Не истинный герой, а химера. А скажите, вы пробовали вот это чудо? Если это химера, ее что, надо тут же было топор взять? Понимаете, к чему я говорю? А надо было всего лишь закрепить. Сегодня на химера. Почему? На следующий год это дерево было мертво. Я не продлил его рост. Не продлил. У меня много было проблем. Это было как раз в то время, когда я в детском садике на две полставки по три тысячи работал, чтобы хлебу было на что купить. После пожара на острове. Вот. Понимаете? А ведь это всего-то надо было вот эти веточки-то оставить. Так, что ли, разгадали, где против этого? Где абрикос, где слива? А? Хе-хе-хе-хе. Здорово! Вот. Вот она химера. Да. Это химера. Ну что, трудно взять эту веточку и привить в одном случае на сливу, а в другом случае на абрикос, и тех бы хорошо по сотням, и тех бы хорошо по сотням, и все довести для плодоношения. И на некоторых останется вот это чудо. Не советую с косточек работать с ними. Получим ещё один вариант. Ещё. И так до бесконечности. Есть такое выражение, собака гоняется за своим хвостом и никогда не догонит. Вот сейчас эта наука так и делает. Вот. То есть, отметаем косточки, отметаем семена, прививаем на, конечно, на родственников. Помните, я говорю, в моём саду? До сих пор все абрикосы подвойные родственники, до сих пор. По дереву в 40 лет она говорит это. Именно умудриться в свой юбилей в 40-летний взять, дать 40 лет. Подоградь, увидели? Там места живого нет, такой урожай был. 40 лет дать, или это сколько можно ещё продолжать это? А потом, да, потом появятся гибриды. Ну что ж, всё равно у них будет кровь манджурсов. 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 Ну, не интересно, а? Ирина Александровна, я знаю, ты скажешь, да я с удовольствием, да кто тебе? Помните, сколько надо этому, слону, еды, да, съездок съезда, кто ему даст? Вот и получается, вот это направление, да, не истинное, не зря. Ведь у нас химера, она долго не живёт. Ну, для кого я рассказываю, Ирина Александровна, неужели для тебя одной? Химера в генетике. Химера, или химерный организм. Организм, несущий в себе генетический материал, предлагающий двумя более битых живых существ. Химера может быть так многоклеточный организм, или одноклеточный. Различает химер по тому, насколько, в каком количестве присутствует череродный геном. А дальше, столько всего понамешано, всё, дальше я жалею. Вот. Но когда оба генома сохранены полностью, тут такие возможности. Вот. Ну и сейчас, ближе к делу, дальше начинается нормальная работа. У меня там в WhatsApp свой канал есть. садоводство по железу. И там человек взял фотографию, присылал, говорит, господи, вот такие острые шпорцы. Это дикарь, не дикарь. А у меня проблемы сейчас с WhatsApp. Я бы вам сейчас тут же бы показал. А у меня он взял, отклеился от этого компьютера. Пока не знаю, как прицепить не получается. Получается, что я просто взял одну из фотографий культурной, целивой, как раз в стадии сувенира Востока. И показываю. Шпорцы, вот они. Тут их много, только приглядите, пожалуйста, их очень много тут. Десятки. Шпорцы, это не признак дикости. Я там обещал ответить, ответил кто-то. ЗВОНОК В ДВЕРЬ